Для многих из этих людей сегодняшний вечер должен был сложиться совсем по-другому. Однако долгожданное, обещанное в Одессе представление Шинь-Юнь так и не состоялось. Большинство зрителей только перед зданием театра Муз-Комедии узнают, что концерт отменен. Екатерина и Максим с нетерпением ждали этого дня. Они изучают китайский язык и благодаря шоу хотели глубже познать древнюю культуру. Во-первых, эстетическое наслаждение от красивейшего танца, от красивейшего пения, поскольку одни плакаты чего стоят, этот шпагат в воздухе. Эти ребята, как и многие зрители, вместо наслаждения от красочного шоу получили только деньги за билет. Серафима Андреевна никогда в театр не ходила. Говорит, о концерте очень наслышанно и, несмотря на то, что она на пенсии, билет купила не из дешевых. Где же наша демократия? Как они могут все эти вот делать? Почему она аморально на сцене все показывает? Почему духовность такую не могут показать? А теперь я до глубины души обижена. Не знаю, на кого обижаться, что не состоится этот концерт. Конечно, виновники этого запрета очень хотелось бы, чтобы ответили перед Богом, перед народом. Дети огорченные, в слезах. Сегодня еще такой день, последний день, последняя учеба в школе, последний звонок. Утром такая торжественная линейка. Это было бы как подарок. И после всего все оборвалось, непонятно почему. Об официальной причине срыва не знают даже организаторы. Никто из руководства Одесской области объяснение не дал. Однако из достоверных источников стало известно, что китайское консульство в Одессе направило ноты протеста областным чиновникам и первым лицам страны. После этого областной совет в лице облконцертсервиса расторгнул договор на предоставление зала с организаторами концерта «Шиньюнь» в Украине. А Министерство иностранных дел буквально за неделю до представления аннулировало ранее выданные артистам визы. Организаторы говорят, артисты из Нью-Йорка помимо древних легенд и эпоса в нескольких номерах программы показывают и современный Китай. А именно мужество тех людей, кто сегодня подвергается преследованию со стороны режима Компартии. «Оказывается, нам приказывает Компартия Китая, каким видом искусства нам наслаждаться, какие концерты смотреть и в какие театры нам ходить». За два дня до представления напротив Министерства иностранных дел организаторы концерта провели акцию протеста, а также обратились к чиновникам с просьбой восстановить визы артистам труппы. Однако на решение украинских властей не повлияла ни эта демонстрация, ни обращение американских конгрессменов, сенатора и даже вице-президента Европарламента. НТД Одесса, Украина